Всем привет! Скоро у нас светлый праздник Пасхи! И у нас на канале уже очень много рецептов вкуснейших куличей. Но мы продолжаем искать что-то новое, интересное, чтобы порадовать вас. И чтобы вы насладились в этот прекрасный день чем-то таким вкусным, невероятно ароматным и красивым. И сегодня я предлагаю вам приготовить вместе с нами вот такой вот кулич по старинному рецепту. Посмотрите, какая красота! Он будет просто волшебный и я обещаю, что он будет вкусным. Как мы его готовили, сейчас расскажу. Нам понадобится полстакана молока, 7 яиц, 150 грамм размягченного сливочного масла, 300 грамм сахара, 75 грамм свежих дрожжей, 2 столовые ложки оливкового масла, щепотка соли, пол чайной ложки молотого кардамона. Если у вас кардамон целенький, то его нужно смолоть, измельчить. 2 столовые ложки сахара ванильного, 100 грамм изюма и такая рюмочка, приличная рюмочка коньячка. Отправляем в яйца сахар, ванильный сахар и взбиваем. После того, как взбили яйца в пышную пену, добавляем сюда молоко, молотый кардамон, дрожжи и еще раз все перемешиваем. Дрожжи хорошо разошлись, вводим сливочное, мягкое, очень мягкое масло и взбиваем. Это у нас получилась опара. Сейчас мы ее накроем пленкой пищевой и отправим в теплое место часа на два. Пока опара настаивается, займемся изюмом. Нам нужно его перебрать, промыть и залить коньячком. Пусть теперь настаивается тоже. Два часа прошло, у меня опара поднялась вот, видите, на стенках, вот до такой степени. Но пока я ее вытаскивала в духовке, я стояла, она у меня в духовке растаялась, она у меня бах и вся осела. Итак, друзья, еще нам понадобится 300 грамм сметаны и 1,2 кг муки. Сначала будем добавлять килограмм. Отправляем соль в нашу опару, оливковое масло, сметану. Все должно быть комнатной температуры. Лучше все достать заранее, с вечера, чтобы и мука, и сметана, и яйца все были равномерно прогрето. И теперь добавляем муку, смотрите, как пенится, ой, она сейчас у меня убежит. Конечно, надо брать уже чашку побольше. И сейчас буду добавлять потихоньку муку и замешивать тесто. Вымешивать тесто нужно будет долго. Вручную такое количество теста вымешивать достаточно тяжело. Нашим бабушкам надо пайдники поставить. Сейчас, когда тесто уже вымесилось, я добавляю изюм вместе с коньяком. Это поможет тесту сохранить свежесть как можно дольше. Вымешиваем. Тесто получилось мягкое, эластичное. У меня ушло ровно 1,2 кг муки. Сейчас я убираю в чашку это все тесто. Его много получилось, неожиданно много. И отправляю в теплое место, накрою пленкой на 1 час на расстойку до увеличения в объеме в 2 раза. Я обычно ставлю в духовку, нагрету до 37 градусов. Кто-то ставит, даже просто включает в духовке лампочку и говорит, что этого достаточно. Вот так тесто поднялось. Моя бабушка, царство небесное моей Байби Клаве, она всегда учила, что когда работаешь с тестом для куличей, должно быть тихо в комнате, никаких громких разговоров. Не ругаться, не ссориться, не хлопать дверями. Вообще это было прям такое, какое-то священодейство. Так вот, тесто подошло, я слышите, я даже такая почти шепотом разговариваю. Все, можно его делить. Оно классное, посмотрите. Конечно, его сейчас нужно обмять. Смотрите, оно прям пух, как пух. Смотрите, вот оно какое дышит. Я буду использовать вот такие бумажные формочки для выпекания. У меня они 200-граммовые, поэтому я сразу буду делить тесто по 200 грамм, а вы ориентируйтесь на свои формы. Теперь каждый кусочек теста 200-граммовый мы вот так подкатываем. Стараемся сформировать, во-первых, круглый такой вот шар, а во-вторых, чтобы изюмчик не был сверху. Берем формочки, выкладываем. Формочки бумажные я ничем не смазываю и вот так разравниваем. Тесто все равно поднимется, но вот чтобы оно у нас не было сильно большим таким бугром. У меня, кстати, получилось 12 колобков, то есть 12 200-граммовых куличиков у меня будет. Куличики выставляем сразу на противень, накрываем пленкой и отправляем тоже в теплое место. До увеличения в объеме. Ну вот я буду, наверное, по самый краешек ждать, пока поднимется. На растоечку. Посмотрите, как подошли куличи. Сейчас аккуратненько вот этот изюм я уберу, тихонечко. Выпекаем при температуре 170 градусов до готовности. Берем сухую шпажку деревянную, протыкаем и если ничего к мне не прилипло, значит готово. Если вы не планируете ничем сверху покрывать куличи, их можно смазать взбитым яйцом с молоком. Я этого делать не буду, потому что сверху у меня будет еще глазурь. Наши куличи испеклись, теперь их нужно остудить. Вот видите, такая дырочка, это я проверяла. Степень готовности. Посмотрим, что получилось. Куличики уже остыли. Режу прямо с бумагой. Дно, конечно... Звук не очень приятный. Вот она красота! Вот она красота! Посмотрите, какие они ажурные, они прямо кружевные. Бумага вот эта все-таки плохо режется, я ее хотя бы оторву. Как видите, дно тоже хорошо пропеклось. Еще разрежем кусочек, чтобы я вам вообще показала всю эту ажурность. И это при условии, что они свежие. Вот буквально свежак полный, поэтому режется, конечно, это все плохо. Но посмотрите, какие дырочки, какое воздушное тесто, какая текстура. И вот его надавливаешь, оно моментально восстанавливается. Для глазури нам понадобится 2 белка, 100 грамм сахара, ванильный сахар и лимонный сок. Или в моем случае я развела лимонную кислоту на кончике ножа. Столовые ложки воды. Слегка взбиваем белки. Продолжая взбивать, вводим сахар и ванильный сахар. Вот в детстве у меня всегда и мама, и бабушка покрывали куличи белками. Но я, честно говоря, боюсь магазинных белков, поэтому мы будем делать белки на водяной бане. Это будет у нас заварной белковый крем. Сейчас покажу. Вводим весь оставшийся сахар. Сюда же добавляем наш лимонный сок или раствор лимонной кислоты. У меня на дне сотейника буквально полстакана воды. Она кипит. Сейчас ставлю сверху чашку, она не должна касаться дна. И продолжаем взбивать уже на водяной, даже на паровой бане. Взбиваем до тех пор, пока не останутся следы от венчика и не растворится весь сахар. Убираем чашку с водяной бани и продолжаем взбивать до появления глянцевого цвета и вот до таких жестких пиков. Для декорирования я возьму вот такой маленький кулич и вот такую посыпку. Сейчас мы начнем с центра и будем отсаживать вот такие фигурочки. У меня немножечко еще теплый крем, но лучше дождаться, пока он остынет. А сверху посыпаем разноцветной посыпочкой. Посмотрите, какой нарядный кулич у нас получился. Красота! Точно так же поступаем и с большими куличами. Вот такие чудесные куличи у нас получились. Великолепные. Я поставила в духовку и подсушила при температуре 100 градусов. Как видите, очень такая вот поверхность, такая уже достаточно тверденькая. А внутри они все еще останутся, ну вот меренга будет такая мягкая. То есть 100 градусов, как видите, ни цвет не поменяли, ни фактуру. Все прекрасно сохранилось. И маленький такой чудесный, чудесный куличик. Очень красиво. Друзья мои, это очень вкусно. Куличи получились нежные, воздушные. Такие вот, знаете, слово такое есть старинное, ноздреватые. Они прям ажурные и на самом деле, ну вот с таким действительно куличным вкусом. Я даже не могу по-другому сказать. Вот что-то такое очень сдобное, очень праздничное и очень ароматное. Рекомендую сильно, готовьте. Я думаю, что это будет один из моих любимых рецептов куличей. Ну и все, с вами была я, Валерия. Это проект Другая Кухня. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Другая Кухня.